Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня у нас будет очень неожиданная, но важная покупочка бельгийской лошади. Если вы не знали, то тот самый бельгийец, который продается в Форт Пинта, это очень известный конь, насколько я помню, H&M All In, который является настоящей легендой и один из лучших скакунов в истории бельгийской полукровной породы, который принадлежит шведскому наезднику из команды H&M Педеру Фредриксону, золотому призеру Олимпийских игр и чемпионата мира. И прошла такая информация, что 15 ноября данный конь покидает игру, вот такая вот гнидая масть, и он действительно здесь прописан не как бельгийская лошадь, а H&M All In. То есть это действительно легенда конного спорта, и я считаю круто иметь себе в конюшне такую лошадь. У меня есть один бельгиец, я долго думала над покупкой еще одного бельгийца, но все-таки не решалась. Не решалась, так как жду датскую лошадь, потом еще французский сель вроде бы нам обещан в следующем 2024 году. Ну, и я всегда думала, что All In я, видимо, буду покупать чисто для коллекции, потому что мне нравятся более гнетые лошади. И вот, ребята, этот день настал. All In покидает игру 15 числа. Примерно похожая ситуация была со Спиритом. Примерно одно и то же время они пожили и покидают игру так, как это сотрудничество. А сотрудничество у нас, к сожалению, в играх не вечно, это что-то такое, это какая-то акция, которая долго обычно не живет. И вообще, я думала, что он побудет на Юрвике всего лишь несколько недель, а его поддержали чуть меньше года, насколько я помню. Или несколько даже месяцев. Так что сегодня мы покупаем бельгийца H&M команды Конь All In третьего поколения, который имеет все те же самые анимации и характеристики, как и обычная бельгийская лошадь. И ему даже можно менять гриву, но этого я делать, наверное, не буду. Пусть пока постоит в конюшне у меня со своей родной причесочкой. Мне эта масть, ну, не сказать, что нравится, я люблю вот более темненьких, этот такой с золотистым отливом. Но все равно красивая лошадь, у него есть маленький носочек, совсем, по-моему, маленький, отметина на переднем левом копыте. Но сегодня мы его покупаем. И я даже не знаю, как его назвать, потому что я не знаю, какая у меня с ним должна быть ассоциация. Я знаю, что это будет взрослый жеребец, а какое имя Олавяна и Апалова, я бы хотела олимпийский его назвать, но ожившая... О, я знаю, ожившая легенда. Ну, в принципе, да, почему бы нет, ожившая легенда H&M All In. И несмотря на то, что это жеребец, как бы... Я не знаю просто, я не понимаю, как можно давать имя в ССО-лошаде, которое добавили уже со своим родным именем. Вот почему нельзя было делать так же, как со Спиритом. То есть, просто Спирит. А тут можно было бы просто оставить All In, и все. Но нет, разработчики нам сделали возможность переименовывать таких лошадей. Легендарная... А тут нету. Ледяной, ледяная. А тут нету в первой части слова легенда. Нету. Нету, нету, нету. Ожившая легенда. Я подумала, может быть, его вообще тогда на английском назвать. Я не знаю, Life Legend. Как-то так. А знаете, да, наверное, на английском надо называть. Но... Ой. Очень странное чувство, что вот покупаем коня просто для того, чтобы его спасти. И я сделаю, наверное, это на максимальное количество аккаунтов, которым нужна такая порода, нужен такой бельгиец. Вот. Но не на все. Знаете, я вначале хотела назвать его как-нибудь Ожившая Легенда, действительно. Но потом подумала, может быть, просто Ледженд. Легенда. А потом, может быть, Ледженд Хорс. Легендарная лошадь. И я подумала, что это название ему подходит больше. Не знаю, почему. Здесь именно просто как его описание. Потому что я все-таки хочу, чтобы он был Ол Ином. То бишь, кон, который будет сам собой в моей конюшне. И пояснение, что он легендарная лошадь. Такое. Почему нету здесь, скажем так, действительно, эксклюзивности лошадей? Потому что не все всегда понимают по масте, что это у тебя очень редко лошадь, которой уже нет в игре. Ну, не считая старых моделек. А вот если масти, то почему бы и нет? Итак, взрослый жеребец. Ол Ин. Легендарный конь. Легендарная лошадь. Стоит 850 старкоинцев. И мы его покупаем. Ой, здравствуй, Лу Инушка. Боже мой. Я, конечно, думала, что мы с тобой встретимся. Но я думала, что это будет не сейчас. А намного раньше. Но ты подольше постоянно на рынке фортпинта. Отправить в конюшню. Очень странное ощущение. Но, тем не менее, ребята, мы купили Лу Ину. И давайте же отправимся в конюшню, чтобы посмотреть, как он у нас там расположился. Так. Сейчас будем думать, куда его поставить. Это была очень неожиданная покупка. То есть я вообще не думала. Я как только узнала эту новость, сразу отправилась на конюшню. И просто моментально поехала записывать вам его покупку. Потому что у меня вот, видите, у меня тут конюшни все. Это спортивные лошади. В конце у меня лошади, которых я каждый день чищу. Ухаживаю за ними, чтобы они качались, скажем так, в пассивном режиме. Вот ты. Legend Horse All In. Здравствуй, мой хороший. Как несправедливо. Как несправедливо, что ты будешь покидать Юрвик. Да. Ток-ток-ток. Мы очень рады, что ты все равно был здесь с нами. Так. Сейчас мы должны его покормить. Сделать ему максимальный уход. И, конечно же, сесть на него. Покататься. Хотя это самая сейчас популярная порода. Бельгийская. Но я просто вообще не представляла себя на этой масти. И мне очень интересно посмотреть, как же мы будем смотреться вместе с Ул-Ином. И также я хочу купить ему какую-то особую уздечку. То есть необычную какую-то тканью, которую я надеваю своим лошадям. Так, кстати, надо избавиться от этого ведра. Вроде бы... Ага, не хочешь. Если у вас сейчас идет зависание ведра, крючочка, то, кажется, это можно все сбросить не только перевыходом, но и повторным использованием. Если не ошибаюсь, крючка, к примеру. Да, вот, видите, я использовала повторный крючок. У меня все эти вещи пропали. Так, нет. Пинтур хорс еще не качанный со дня рождения. Так, не обращайте внимание, тут нету места вообще. Так, какой тебе недоусток, как бы? Начинать надо всегда с недоустка. А у меня свободных недоустков неужели нету? Неужели я нашла все? Так, ну это черный веревочный, он для, наверное, вестинских лошадей больше. Здесь нету. Здесь тоже нету. И тут тоже нету. Не может быть серьезным и не осталось пустых свободных недоустков. А ведь действительно нету? Ладно, тогда мы отправляемся... Мы отправляемся... А, я знаю, мы сейчас поедем на Хэллоуин и посмотрим, может быть, что-то тебе там найдем. Ну что ж, не нашли мы Ол-Ину ничего интересного на Хэллоуине, но, правда, котел одаринул нас впервые хорошими подковами. Поэтому сейчас быстренько я смотрю, что можно на него, может быть, купить. Ну уж точно, мы покупаем ему недоусток, чтобы у него был свой, даже если у меня есть дубль. Недоустков в игре не так много, как можно было бы подумать. Некоторые я не покупаю, потому что они мне не нравятся. Ну вот, к примеру, есть у нас некоторые цвета, которые, может быть, как раз и стоит купить. Этот прям сливается. Эти мне не нравятся. Розовый нет. Может быть, беленький какой-нибудь недоусток. Надо посмотреть, есть ли у меня еще купленные какие-нибудь белые недоустки. О, или может быть, вот этот желтый. Или вот этот серый. Хм, вот это интересно. А давай мы тебе вот этот желтенький. Блин, не знаешь почему? Я тоже не знаю, но почему-то у меня ассоциировался с чем-то очень хорошеньким, добреньким, солнечным. Так что... О, и давай мы тебе купим этот недоусток. Ну что ж. И давайте смотреть его анимацию еще. Такие мы теперь красивые все, в амуниции, ухоженные и начищенные доблеском. Значит, вот такой вот у него шаг. Шаг обычный, то есть это та же самая бельгийская лошадь, но все равно... Да, тут еще к нам теперь лепецант присоединился на наших похождениях. Так, вот такая вот у него рысь. Кстати, вы можете увидеть сравнение этой же, можно сказать, масти на лепецанину третьего поколения. Манежным. Я считаю, бельгийц сейчас самая лучшая лошадь, которая вообще может быть в игре, потому что он подходит для всего. Для выездки, для конкура, для скачек. Ну, мне кажется, вообще для всего, вообще всего-всего-всего. Плюс у него гибкий стрит, то есть, в принципе, и вестон его тоже можно было бы брать. То есть, голубь, прибавленный голубь и самый быстрый, как бы, карьера. Остановка. Вот такая вот резкая. Осаживание. Аккуратное. Шаги очень удобно считать. И свеча. Ну что ж, вот он наш великий олимпийский чемпион All-in. Очень жалко, если действительно окажется правдой, что его убирают. Ну, я надеюсь, что не только я, но и вы смогли его себе выкупить из-за масти или просто как коня в коллекцию. Я же купила его и ради масти, и ради коллекции. Ну, а на этом все. И мы с All-in'ом с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!